здравствуйте ты скажешь человеку здравствуй улыбнется он в ответ и наверное не пойдет в аптеку и здоровым будет много лет здравствуйте мы с вами начинаем наш очередной урок географии мы на прошлых уроках проходили темы ресурсы мира ресурс океана сейчас повторим пройденную тему вам нужно будет найти правильный ответ самыми биологическими продуктивными районами мирового океана являются умеренные широты первое второе полярные широты третье тропические широты второй вопрос на какой океан приходится основная часть запасов железомарганцевых конкреции первое атлантический океан индийский океан северный ледовитый океан и тихий океан правильные ответы самыми биологическими продуктивными районами океана являются умеренные широты. Правильный ответ во втором вопросе. На какой океан приходится основная часть запасов железомарганцевых конкреций? Правильный ответ Тихий океан. Полезным ископаемым в растворенном воде относятся первый Бентес, Никтон, Планктон, второй железомарганцевые конкреции, третье нефть, газ, каменный уголь, четвертый бром, магний. Четвертый вопрос. Какое сооружение из перечисленных используют энергетические ресурсы океана? Первое нефтедобывающая платформа, второе судоходный канал, третье приливная электростанция, четвертое глубоководный кабель. Правильный ответ Третьего вопроса. Бром, магний, йод. Четвертый вопрос. Правильный ответ. Какое сооружение из перечисленных используют энергетические ресурсы океана? Это приливная электростанция. На сегодняшнем уроке мы с вами рассмотрим тему климатические, космические, рекреационные ресурсы, географическое ресурсоведение и геоэкология. Климатические и космические ресурсы прямо или косвенно влияют на жизнь на Земле. К этому в последнее время они набирают популярность в качестве альтернативных источников энергии. Альтернативная энергетика предусматривает использование безопасных для окружающей среды источников тепловой, механической или электрической энергии. Космические ресурсы – это полезные ископаемые, масса редкоземельных металлов. Например, в поверхностном слое лунного грунта найден изотоп гелия-3, который можно использовать как топливо для термоядерных реакторов без радиоактивных отходов, запасы тепловой и солнечной энергии. Космические ресурсы объединяют неисчерпаемые источники, которые находятся вне пределов нашей планеты. К климатическим ресурсам относятся природные источники планеты Земля. Например, энергия Солнца и ветра, приливная энергия. Климатические ресурсы неисчерпаемы, но содержание кислорода в атмосфере за последние 50 лет уменьшилось. Это объясняется сжиганием органического топлива технологическими процессами. Солнечная энергия – самый мощный источник энергии на Земле. Мощность годовой солнечной радиации в 20 тысяч раз превышает современное мировое потребление энергии. Климатические ресурсы относятся к ресурсам атмосферы и являются неисчерпаемыми ресурсами, то есть могут быть использованы многократно. Незапасы их практически не ограничены. Они обладают способности к возобновлению. Однако усиливающаяся в последнее время антропогенная нагрузка на природную среду может существенно ухудшиться их качество, а ухудшение качества атмосферы посредством ее загрязнения может привести к изменению климата на Земле. Основные проблемы в области атмосферного воздуха – загрязнение атмосферного воздуха, разрушение озонового слоя, изменение климата, транспортный перенос загрязняющих веществ. Солнечная энергия распределяется неравномерно по земному шару. Наибольшее количество ее поступает в тропических широтах и в странах, где продолжительность солнечного сияния – Япония, Израиль, Австралия, США, Калифорния, Флорида. Поэтому тропические страны имеют более благоприятные условия для ее использования. Их уникальность заключается в том, что они преобразовывают солнечное излучение, электричество, без шума, загрязнение для окружающей среды или движущейся части. Что делает их надежными, безопасными и долговечными. Создателем солнечных батарей является Джакомо Луи Чамича – итальянский химик армянского происхождения. Сегодня мы поговорим о солнечной батарее. Солнечная энергия в настоящее время является одним из самых перспективных видов альтернативной энергии. Во многих странах мира строятся огромные солнечные электростанции. Солнечными панелями покрывают крыши зданий и домов в частном секторе. Солнечная энергия питает портативные устройства, например, наручные часы. Поскольку наука на сегодняшний день не имеет устройств, работающих на энергии Солнца в чистом виде, ее требуется преобразовывать в другой тип. Для этого были созданы такие устройства, как солнечные батареи и коллекторы. Батареи преобразуют солнечную энергию в электрическую, а коллекторы вырабатывают тепловую энергию. Есть также гибридные модели, совмещающие эти два типа энергии. Итак, как же функционируют солнечные батареи? Как преобразуется энергия солнечных лучей в электричество? Солнечные панели состоят из фотоэлектрических ячеек, запакованных в общую рамку. Каждая из них сделана из полупроводникового материала, например, кремния. Когда лучи падают на отрицательно заряженную панель, полупроводник нагревается, частично поглощая их энергию. Приток энергии высвобождает отрицательно заряженные частицы, электроны, внутри полупроводника. Дополнительной энергии оказывается достаточно, чтобы оторвать электроны от соответствующих атомов. В результате на их месте остаются дырки, а освободившиеся электроны начинают блуждать по кристаллической решетке. Под воздействием электрического поля происходит разделение положительно и отрицательно заряженных частиц. Таким образом появляется разность потенциалов или постоянное напряжение. Свободные электроны начинают двигаться в определенном направлении, и этот поток и образует электрический ток. Страны, использующие солнечную энергию – Германия, Китай, Япония, Италия, США. Ветер используется на протяжении сотен лет. Для получения механической и тепловой электрической энергии ветровая энергия на сегодняшний день является источным и неисчерпаемым источником. Ветром называется движение воздуха из области высокого давления в область низким давлением. На самом деле ветер существует потому, что солнечная энергия неравномерно распределена по поверхности Земли. Страны-лидеры по ветроэнергетике – Китай, США, Германия, Испания, Индия, Италия, Франция, Канада, Бразилия, Дания. В отличие от источников энергии, обсуждаемых выше, приливы вызываются гравитационным взаимодействием между Луной и Землей и Солнцем. Причем наибольшее значение имеет взаимодействие между Луной и Землей. Гравитационное притяжение проявляет себя в поднятии земной поверхности вдоль прямой, соединяющей эти два небесных тела. На суше этот подъем едва заметен. В то время в океане он может достигать высоту несколько метров. Приливная энергия является одной из форм гидроэнергии, которая преобразовывает энергию приливов и отливов в электричество или в другие полезные формы. Успешное использование энергии волн в больших масштабах происходит лишь в нескольких регионах планеты, включая штаты Вашингтон, Орегон и Калифорнии и в других районах, расположенные вдоль западного побережья Северной Америки, а также берега Шотландии, Африки, Австралии. В этих местах волны достаточно сильные, и энергию можно получать регулярно. Полученная энергия волн может обеспечить потребности регионов, а в некоторых случаях в целых странах. Постоянная мощность волн означает, что выходная энергия никогда не прекращается. Оборудование, которое перерабатывает энергию волн, также может хранить избыточную энергию, когда это необходимо. Эта накопленная энергия используется при перебоях в подаче электроэнергии и ее отключении. Выражение геотермальной энергии буквально означает энергия тепла Земли. Основным источником этой энергии служит постоянный поток теплоты из раскаленных недр, направленный к поверхности Земли. Земная кора получает теплоту в результате трения ядра, радиоактивного распада элементов химических реакций. Запасы геотермальной энергии огромны. Геотермальную энергию используют в ряде стран. Например, Исландия, Италия, Германия, Мексика, Новая Зеландия, Россия, США, Япония. Как человек может использовать энергию внутреннего тепла Земли? Вулканический пепел для удобрения растений, вулканический туф, из него возводят здания, горячая вода источников и гейзеров для отопления теплиц и домов, парк горячих источников для вращения трубиной электростанции, минерализированная горячая вода источников лечит заболевания. Рекреационные ресурсы – это совокупность природно-технических, природных социально-экономических комплексов и их элементов, способствующих восстановлению и развитию духовных, физических сил человека, его трудоспособности. При современной перспективной структуре рекреационных потребностей и технико-экономических возможностях используются для прямого и опосредственного потребления представления курортных и туристических услуг. Рекреационные ресурсы – это природные антропогенные объекты. Вторые обладают такими свойствами, как уникальность, историческая или художественная ценность, эстетическая привлекательность, оздоровительная значимость. Рекреационные ресурсы делятся на две основные группы – природные и историко-культурные. В пределах природных рекреационных ресурсов можно выделить климатические, ландшафтные, орографические, бальнеологические, биотические, грязевые, водные и другие ресурсы. Главные формы природно-рекреационной территории – зеленые зоны городов, заповедники. Их в мире насчитывается 2,5 тысячи. И заказники – Селус, Сентрал, Калахари, Африка, Долина Смерти, Северная Америка, Беловеческая пуща, Астраханский, Евразия, Нарынский заповедник, Кыргызстан. Национальные парки – Серенгетти, Крюгера, Африка, Елаустонский, Северная Америка, Игаусу, Ману, Южная Америка, Татры, Мещерский, Евразия, Аларчинский, Кыргызстан. Рекреационные ресурсы подразделяются на 4 главных типа. Рекреационно-лечебный, лечение минеральными водами, рекреационно-оздоровительный, купально-пляжные местности, рекреационно-спортивные, например, горнолыжные базы, рекреационно-познавательные – это исторические памятники. Рекреационно-лечебные ресурсы мира включают в себя следующие объекты – лечебные грязи, горные курорты, морские побережья, соленые озера и другие. Среди самых популярных курортных зон мира можно выделить следующие – Гавайские острова, Сейшильские острова, Канарские острова, остров Бали, остров Куба, Франция, Золотые пески, Болгария и другие. Гавайи – уникальный природный курорт, который в географическом понимании представляет собой архипелаг, состоящий из 132 островов и атоллов. Гавайи были одними из самых последних необитаемых островов в мире, выходцы с Маркирских островов, начали заселять их только в V веке. Европейцы же открыли этот удивительный курорт лишь в 1778 году благодаря ошибке Джеймса Кубка. Сегодня курортная зона Гавайев является 50-м штатом США, в котором проживают люди самых разных национальностей и вероисповеданий. Здесь, в одном прибрежном городке, можно встретить патриархальную китайскую семью и группу давно повзрослевших хиппи и ветерана морской пехоты и современных любителей серфинга. Самые знаменитые курорты мира – Ганалулу, Гавайи. Ганалулу – столица крупнейших город штата Гавайи. Здесь находится самая известная туристическая достопримечательность Гавайев – пляж Вайкики. Единственный королевский дворец на территории США. Крупнейший город Гавайских островов выглядит, как любой другой большой мегаполис США. Но в пределах границ Ганалулу можно найти тропические леса, глубокие каньоны, долины, водопады, горы, коралловые рифы и золотые песчаные пляжи. Более азиатский, чем американский город Ганалулу, является собой удивительную смесь этнических групп, смещение языков и обычаев и культурных традиций, приправленных щедрой порцией гавайского гостеприимства. Большинство посетителей Гавайских островов начинают свое путешествие с этого города. Многие курортные острова на Гавайях славятся тем, что они расположены одновременно в нескольких климатических зонах, что дает возможность за короткий промежуток времени побывать в самых разнообразных местах – в зеленых долинах с тропическими лесами, в беззеленных пустынях с гигантскими кактусами и на прохладных склонах вулканов, многие из которых являются действующими и сегодня. В настоящее время спортивно-познавательный туризм занимает одно из ведущих мест на рынке туристических услуг. Его главное отличие от других видов туризма – это возможность тесного общения с природой на особом уровне. Рекреационно-познавателем ресурса можно отнести множество разнообразных объектов – архитектурных, историко-культурных. Это могут быть крепости, старинные замки, дворцовые комплексы, музеи и даже целые города. Тысячи туристов ежегодно посещают такие страны, как Франция, Италия, Испания, Польша, Австрия, Швейцария и другие. Самым известным в мире музеем является, конечно же, Лувр, в котором собраны богатейшие коллекции экспонатов. Среди них можно увидеть ассирийские древние баре и левы, египетскую живопись. Одним из самых крупных изящных дворцовых комплексов мира считается Петергоф, расположенный возле Санкт-Петербурга. Петергоф является одним из самых изысканных и самых известных дворцов парковых ансамблей мира. Большое количество туристов отправляется в Индию, чтобы увидеть чудо мировой архитектуры – Тадж-Махал. Тадж-Махал является одним из наиболее необыкновенных памятников мировой культуры. Строился Тадж-Махал с 20 тысячами работников. Стены его и потолки – пол, сделанные из мрамора, а также украшены разнообразными видами драгоценных камней, привезенных из Индии и Азии. Географическое ресурсоведение и геоэкология. В географической науке в последнее время оформились два взаимосвязанных направления – ресурсоведческое и геоэкологическое. Географическое ресурсоведение изучает размещение и структуру отдельных видов природных ресурсов и их комплексов. Вопросы их охраны, воспроизводства, экономической оценки, рационального использования и ресурсообеспеченности. Ученые, представляющие это направление, разработали различные классификации природных ресурсов, предложили концепции природно-ресурсного потенциала, ресурсных циклов, территориальных сочетаний природных ресурсов и природно-технических систем и другие. Они участвуют также в составлении кадастров природных ресурсов и их экономической оценки. Наиболее обеспеченные ресурсами страны – США, Россия, Китай, Саудовская Аравия, Антские страны, Марокко. Страны, менее обеспеченные природными ресурсами – это бедные с природными ресурсами. В первую очередь минеральными, например, Япония, Непал, страны Балтии. Но это не означает, что у них нет никаких ресурсов. Скажем, Япония бедна минеральными и земельными ресурсами, но обладает водными, геотермальными, лесными ресурсами. Насколько хватит нефти и газа? Специалисты энергетической компании почитали, что мировых доказанных запасов нефти – 1383 миллиард баррелей нефти. Хватит на 46 лет. При существующем уровне добычи и потребления топлива природного газа в мире хватит на 59 лет. Если мировые запасы и объемы сохранятся на уровне 2010 года, запасы нефти в Саудовской Арабии – на 72 года. В Венесуэле – свыше 100 лет. Иран – на 88, Ирак и Кувейт – свыше 100 лет. Запасы газа России – на 78 лет. Иран, Катар – на 100 лет. Туркмения – 95 лет. Самые большие запасы золота и валюты – Китай – 3821 миллиард, Япония – 1288 миллиард. По данным ООН, запаса природных ископаемых хватит. Уголь на 150 лет, железные руды на 50 лет, никеля на 40 лет, медь на 40 лет, молибдент на 40 лет, вольфрам на 37 лет, цинк на 20 лет, золото на 50 лет. Долгое время люди смотрели на природу как на неисчепаемый источник необходимых для них материальных благ. Однако, сталкиваясь с отрицательными последствиями своего воздействия, они постепенно пришли к убеждению в необходимости ее рационального использования и охраны. Геоэкология – комплексная наука на стыке экологии и географии. Взаимодействие общества и природы в наши дни стало одной из самых главных общечеловеческих проблем. Антропогенные изменения широко затронули географическую оболочку планеты, способствуя не только прогрессу, но и росту загрязнения окружающей среды, истощению природных ресурсов, обострению экологических проблем. Поэтому совершенствование природопользования, проведение научно обоснованной экологической политики – одна из самых важнейших задач, состоящих перед человечеством. На этом мы прощаемся. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok